Ну что ж, дорогие телезрители, а у нас в гостях Это самое интересное, самое бомбическое, разрывное Оставили на самый конец Представлять даже, наверное, нет смысла Потому что я уверен, что многие из нас, из всех телезрителей И так узнают, да? Да, знают У нас в гостях Эрлан Кокулов, телеведущий, журналист и блогер Всем известный по такому проекту, который элементарно на всех просторах интернета Даже в Ютьюбе, как не сахар Здравствуйте Первый вопрос С разными вопросами, да? Вопросов много Кстати, телезрители, вы можете писать, если у вас тоже будут вопросы Будем, начнем все-таки с известного этого проекта Не сахар Многие видели, многие поддерживают вас Многие критикуют, как вы, наверное, сами знаете И мне всегда было интересно, уникальная возможность задать такой вопрос Как часто вам угрожали? Мы же видели, это все-таки Я тебя после эфира найду, камера, вечер Бывало ли такое, что все-таки вы в жизни с ними столкнулись? Да, бывало Несколько раз я встречался с теми людьми, которые попадали в кадр Ну, ничего не происходит Как видите, да? Да, все понятно Вообще, это как бы Конечно, в момент съемок Это человек защищает свое Я говорю о законе То есть во время съемок Может быть, какие-то непонятки Но все-таки человек, который Участвовал в моих съемках Он, наверное, после того, как Видит все вот это Он обдумывает, наверное, у себя Про себя уже Свои поступки И там и комментарии пишутся То есть тут не только как бы моя правда Тут есть еще правда людей Которые пишут комментарии Которые говорят И я тоже склоняюсь к этому Чем большинство людей Если большинство людей поддерживает меня Значит, я, наверное, делаю правильные вещи И получается, смотрите Вам присылают, верно? Вот здесь нужно проверить Вот здесь вот они так Или сами вы находите Как это все началось вообще Что вот вы решили ходить по торговым Я тоже вам просто дала По супермаркетам И вот снимать Вот Несправедливость Это вот Вообще изначально, как бы Как и всех покупателей Обижали меня Вот Но однажды обидели мою маму И я тогда решил Что на этом хватит Как бы Вы понимаете Не бизнесмен должен диктовать правила А правила должны диктовать покупатель Потому что Именно из-за того, что покупатель есть Существует и бизнесмен По-другому никак, да Ну не может бизнесмен Или частный предприниматель Сам по себе существовать Для него нужен потребитель В любом случае Поэтому Как бы И есть закон о защите прав потребителя То есть И он должен заработать В Кургызстане Пока вот это все На свои места не станет Проект «Несахар» Будет существовать А вы о себе Чуть тоже подробно расскажите Вы по профессии журналист Или у вас вообще такая Другая профессия И вы как-то Рестали журналистом Нет, я по профессии Экономист Вот Журналист Как это случилось То, что вы попали в журналистику Ну потому что Я некогда выступал блогером То есть я был Меня назвали по-разному Гражданский активист Блогер То есть я защищал Права потребителей На уровне Ютуба Ну когда я видел Что Ютуб мой динамично рос Что просмотры росли Я понял Что это надо превращать В нечто большее И так Появился проект «Несахар» И вот смотрите Мы специально для вас Подготовили 5 вопросов На 3 из которых Вы должны ответить На выбор сами Это получается Журналисты, ребята Которые вот Вот только-только Поступили учиться И мы сделали Такой опрос Людей, которые Как они к вам относят Все положительно, конечно И отобрали 5 человек И они задали по одному вопросу Выберите 3 из 5 Какие самые лучшие идеи По вашему мнению Что делать, если задели Чьи-то чувства Зачем придумывать Телевизионные новости Зачем нужно телевидение Когда есть интернет Это один вопрос Что должно быть У журналиста На крайний день И когда у него Все закончится Как выделиться Среди других журналистов Выбирайте Это тоже будет полезнее Давайте с конца С конца начну И в этот пойду Как выделиться Среди других журналистов Как выделиться Среди других журналистов Так многие говорят Хайпануть Да? Ну, вы знаете Я вот Со словом хайп Тоже недавно познакомился С журналистом Я могу сказать одно Что выделяться не надо Надо работать Надо работать Над проблемами Людьми Основная часть Журналистской работы Деятельность Мне кажется Это работа над проблемами То есть есть журналисты Разных же категорий Есть кто освещает Просто проблему Да? Есть кто Именно может бороться С этой проблемой То есть Как только ты начнешь Бороться с какой-либо Проблемой Да? Хайп он сам по себе придет То есть если мы даже Вспомним Да? Таких журналистов Которые Ну Увана Игзбаева Например Вот он Начал поднимать Одну из проблем Да? И за счет этого Он получил Как бы Узнаваемость Потому что Сколько еще Я тоже часто встречаюсь Со студентами Часто хожу на мастер-класс И я всегда говорю Ребят То есть Если вы хотите Хайпануть Условно говоря Да? Просто работайте И работайте Над какой-либо проблемой Я даже не иногда Озвучиваю эти проблемы Я прям Направляю этих ребят Я говорю Вот есть проблемы За которые я взяться не могу Ребят Хайпанете 100% У вас есть шанс Да? Пока никто не брался То есть Вообще Вот такие вот Работы Насчет защиты прав Потребителей Защиты прав Вообще Общественности Это очень тяжелый И кропотливый труд То есть Тут надо Не только быть журналистом Тут надо иметь еще И знания В определенной сфере А эти знания Можно получать В интернете Не надо ничего строить И ничего делать Дальше выбирайте Четвертое Да получается? Это да Это пятое было Четвертое Что должно быть У журналиста На крайний день Что у него должно Когда у него Все закончится Ну закончится Что? Например Деньги, проект Видимо идеи Как я понимаю Идеи действительно Ну идеи Как бы Я не знаю Я пока с этим Не столкнулся У меня еще миллион идей Я еще сам Несахар же не запустил Он же на протяжении Трех месяцев Пока не работает Да То есть Сейчас как только Я запущу проект Несахар У нас есть еще Несколько проектов Которые запустят Мне кажется Что если ты Во-первых Творческий человек Во-вторых Человек Который действительно Хочет помочь То есть У тебя идеи Заканчиваться не будут Ты только будешь Идти вперед Идти вперед Тут только вопрос того Что сколько людей Тебя будут поддерживать И помогать И давай я сейчас Тоже один вопрос Конечно Почему Вы сказали То что сейчас Приостановили пока Да Из-за чего На данный момент Проект Несахар Ищет спонсоров Мы были Телевизионным проектом То есть Я был блогером Гражданским активистом Потом стал Журналистом Телеведущим Теперь я хочу Создать Некий Некую команду Свою Как продакшн студия Можно сказать Некую команду Свою Которая Которая будет Также защищать Права потребителей И даже И права людей Но только более Как бы Еще больше Это сделать Обширно Обширно Развлекательных Идеи Потому что Надо Развиваться Нельзя стоять На одном месте Едем дальше Едем дальше Что делать Если задели Чьи-то чувства Ну тут тоже Такой вопрос Если честно Ну в каком случае Ну я задеваю Чувства Наверное Если про себя Прямо говорить Чувства Наверное Собственности Часто Причем Ну что делать Если это Собственность Оказывающая Коммерческие услуги То можно их задевать А если частная собственность То нельзя Как просто Как-то так И вот последний Конечно Какие Самые лучшие идеи По вашему мнению У кого Это вопрос От Нет А у кого идеи У вас По вашему мнению А у меня лучшие идеи Нет Какие самые лучшие идеи По вашему мнению Не понял Получается Это его идеи Мои идеи Или чьи-то идеи Или чьи-то Вообще Вообще Что какие идеи Самые ходовые Так скажем Шоро Шоро Мне кажется Это была Самая суперская идея Для Такой страны Как бы Где Ну по большей степени Тепло Да жарко Можно сказать Что вот так вот Поставили Эти Бочки И продавали Мы знаем Что на данный момент Пока Телеканал Закрыли немножечко Апрель Да Чем вы занимаетесь В данное время Ну ничем Ищу спонсоров Для проекта Не звали Проект Не сахар Это не только Телевизионный проект Это еще проект По защите прав потребителя Поэтому мы не остановили Это мы Я помогаю людям Которые мне звонят Насчет того Что у них какие-то Проблемы Это до сих пор не остановилось На протяжении трех месяцев Мы продолжаем Небольшая пауза Небольшая пауза Просто так скажем Да Это небольшая пауза По тому Как бы Как структурировать Теперь эту передачу Для того Чтобы она была Как бы Еще полезнее Получается Некоторые люди Пишут Что ваш проект Не сахар Очень похож На программу Ревизор Или на проект Стоп Хам Когда вы На улицах Говорите Что неправильно Припарковались Ну это похоже Да Это так и есть Потому что Ну это не С неба взято Да Но эти проекты Тоже они наверняка Пришли из-за того Что кто-то Когда-то просто Устал защищать Свои права Я могу сказать Что вот этот проект Гражданский активист Когда я был блогером Да Он начался Чуть ли не раньше Магазина и ревизора Чуть Ну примерно Одновременно Это началось Да То есть Это Не началось с проекта Не сахар Это было довольно давно Просто мы Не с такой Периодичностью снимали Поэтому как бы Многие не знают О проекте Гражданский активист Но есть люди Которые знают Причем в ютубе Гражданский активист Потому что Его не показывали По телевизору Он получал Больше просмотров Там заходило До 600 тысяч просмотров Условно говоря За месяц За два Ну вот По вашему мнению Все-таки Изменилось ли отношение Вот Работников Определенных Естественно Естественно Потому что Я всегда Привожу этот пример Я Уже Ну довольно Недавно После того Как закрылся Проект не сахар Ехал к другу Вот на покровке И вот Заехал в павильон Там По мелочи что-то купить И я увидел Там Там продают же Кексики Маленькие Такие вот Нарезные Я увидел Как она красиво Упакована Как там была Дата изготовления Как там было Написано На русском И на кружевском языке И это 100% Моя работа Это то что я хотел То есть если Люди смотрели Проект не сахар То когда открылась Первая же передача Которая была Про бета сториз Там больше Ну 40% Точно не имело Даты изготовления То есть Даже большие компании Которые там Производят Условно говоря И хлеб И сыр И колбасу Да даже Они не ставили Дату изготовления А сегодня Я вижу Что маленький павильон Маленькие кексики С даты изготовления Но это Чистая работа Проекта не сахар И вам что-то приятно Да? Естественно А сейчас Когда вы без камер Без Так сказать Сопровождения Помощников Которые все это Помогают создавать Заходите в определенный Супермаркет Люди же все-таки Узнают же Их поведение И реакция Приведи вас Без камер Ну Люди видите Я вот с проекта Не сахар понял Что у У людей Разный Характер И разное Мировоззрение То есть Так же и со мной Всегда бывает По-разному Отношение ко мне Ну Больше внимания Конечно Естественно Как бы Чем другим покупателям Ну это могу Сто процентно Сказать Потому что Ну я и докопаться Могу И убрать Что-нибудь могу То есть Внимание Конечно Естественно Больше Ну реагирует По-разному Но это в первую очередь Все-таки не для того Чтобы просто себя Раскрутить А действительно Чтобы люди Понимали Осознавали Свои проблемы И свои определенные Ошибки же Или все-таки Вы просто хотите Себя раскрутить Сказать, что я не хотел Даже становиться Журналистом И не хотел быть Гражданским активистом И я не хотел быть Даже такой Довольно узнаваемой Личностью Это все просто По мере Случа То есть пришло С тем Что я работал И вот моя узнаваемость От этого Присла То есть Вы знаете Если бы я хотел Быть узнаваемым Да, я вообще Людям всегда говорю Жить легко Зарабатывать легко То есть Легко делать То, что вы хотите Просто тут То есть Я мог бы Если бы хотел Быть узнаваемым Я мог бы Стать ХРСД МИ-2 А бывает ли такое Что, допустим Вы уже сняли Вы все показали И такие Вне кадра Вне эфира Такие Мы можем с вами Как-то договориться Можете это не показывать Часто ли вам Встречается такое В начале было Несколько раз Но я как понял Народ понял Что это бессмысленно И поэтому После такое уже не было Надо было взять деньги И все равно Показать Нет, это неправильно Да, будет Да, шутки Шутки Что я сочу Куда Я же не занимаюсь Я просто сижу здесь Болтаю И все Показываю себя Ой, я такой хороший Добрый Все обман Вранье на самом деле Ну, конечно В преддверии Нового года Я сегодня всех наших гостей прошу Дать какое-то наставление Для наших телезрителей Поделиться Что-то С чем-нибудь Защищайте свои права Это На данный момент Это очень немаловажно Человек Когда Нарушает его права Даже за там За 50 сумм Да Ну, знаете Часто Они Приходят видео Насчет Йогуртов Которые люди купили Там, условно говоря За 20-30 сумм Да, они открывают Они покрыты плечами И они отправляют Это мне И когда ты говоришь Ну, вернитесь в этот магазин Возьмите себе Ну, за 30 сумм Возвращаться Вот Я не люблю такие ответы Надо возвращаться За 30 сумм За 20 сумм Потому что Это заработанные деньги И пока Вот такие вот клиенты Не достучатся До продавцов Это будет продолжаться Да То есть Понимаете Вы всегда смотрите Проблему Только с одной стороны А я смотрю С другой стороны Потому что У меня есть Книга Жалоб На которые приходят Жалобы Я знаю Сколько нарушений Вы не знаете Сколько нарушений И я всегда говорю Возвращайте Хоть даже Маленький Хоть что будет Хоть йогурт Это Возвращайте в магазин Этим вы будете Только воспитывать Продавца Надо У меня есть время Или нет Есть Есть Говорите Мы же так слушаем Внимательно Просто знаете Как Если продовольствие Пищевых продуктов Останется на таком уровне Еще на протяжении Пяти лет То Это точка невозврата Мы не сможем Вернуть продукцию Питания В обратную сторону Нормальную сторону А это к чему влечет Мы то Что мы едим Это влечет К тому Что будут дети больные Уже больные Вы знаете Сколько людей Меняет печень Почки И тому подобное Это все от продуктов Небольшие Условно говоря Почему Еще задумайтесь о том Почему дети Наши не переносят Вирусы В других странах Вирусы лечат Просто водой То есть Обильным питьем У нас приходится Давать антибиотик Это все еда И никогда не забывайте Что каждый из вас Может влиять на то Что вы будете есть Завтра Условно говоря Поэтому Старайтесь Работать У нас в гостях Был Эрулан Кокулов Телеведущий Журналист Блогер Всеми известный По проекту Не сахар Но мы будем ждать Что проект Снова будет Так сказать В силе Заживет Надеюсь Что скоро Время увидимся То что мы еще С вами увидимся Колоссальное Да Если будет время Надеюсь Вы к нам еще придете Субтитры 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 Субтитры